Ветроэнергетик Ветроэнергетика в России. Я попытаюсь начать с того, что просто расскажу, что такое ветрогенератор для начала. Ветрогенератор – это колоссальных размеров изделия. Вы, наверное, с папами, с мамами сами ездили по Европе. В том числе и Южной Европе. И много видели этих замечательных творений. Они бывают разных размеров. Они бывают вот такие вот колоссальные, с вертолетной площадкой. Они бывают поменьше, предназначенные для энергоснабжения поселков, домов, объектов и даже фонариков. Это тоже ветрогенератор. Они также бывают различные, интересные, курьезные. То, что иногда называют кулибинскими вывертами, так сказать, своеобразные технологии. Не стоит на месте сегодня. Сегодня принята обычная схема. Это горизонтальная ось и три ветра колеса. Это некий баланс между техникой и экономикой этой отрасли. Ну вот видите, какие интересные вещи есть. Там бочки с диффузорами, даже змей такой красивый. Это то, ну скажем так, те направления технологии, которые... Ведь сотовый телефон тоже он сегодня не обрел. Вот те черты, которые у нас сегодня с вами есть. Там тоже были разные выходы и течения. Ветрогенератор, тот, который сегодня используется в промышленности, в отрасли, это, как правило, как я сказал уже, горизонтальная ось. И состоит он из ветроколеса, электрогенератора. К электрогенератору может быть присоединен редуктор, но сейчас эта технология уже отходит, поэтому я показываю вам то, что является сегодняшней последней тенденцией. Башня, естественно, порядка 100 метров. Ну и ступица, на которой подвешено ветроколесо. Немножечко поясню по размерам. Башни ветрогенераторов, которые сегодня традиционно применяются, это порядка 100 метров. Размах ветроколеса, диаметр его 90-115 метров. Мощность генератора 3 мегаватта. Это единичная вот такая вот машина. Для того, чтобы получать достаточное количество электроэнергии от ветрогенераторов, их соединяют в так называемые ветропарки. Когда вам кто-нибудь начнет чего-нибудь там вешать лапшу на уши про аккумуляторы, очень большие, не верьте, никаких аккумуляторов в этих машинах нет. Электрическая сеть, на которой они работают, сама является громадным аккумулятором, громадным озером, куда вся эта электроэнергия просто сбрасывается. Ветрогенератор сегодня вырабатывает не вот такую вот электроэнергию, а он просто ее либо вырабатывает, либо не вырабатывает. То есть он ее дает в том качестве, которое нужна для электрических сетей. Не более того. Все очень просто, технически достаточно развито. Технологии, которые применяются в ветрогенераторах, я вам чуть попозже об этом подробно скажу, это уже сегодня серьезный космос. Но все же, для того, чтобы понять, что такое ветроэнергетика, давайте мы попытаемся уйти в историю ее, откуда же она появилась. Аудитория здесь присутствующая, люди образованные, и вы многие вещи понимаете, но для того, чтобы понять суть, нужно все-таки уйти в историю. Буду немножечко нудным. Пойдем вместе в прошлое. Мы на заре человечества с вами не увидим ни газопроводов, ни нефтедобывающих вышек. Собственно, почему? Ну, не было их там. Не нужно было этого человеку. Человеку было достаточно тех источников энергии, которые он имел, что называется, вокруг себя. Он имел ветер, он имел воду и прекрасно ими пользовался. Да, кстати, он имел еще энергию животных. Вот ослика, видите, который крутит там жернова. Прекрасно всем этим пользовался, но человеку было мало. Человеку было мало. Потребности его растут, и человек находит сначала уголь, потом нефть, он их начинает жечь, получая в результате энергию и тепло для обеспечения своих насущных и, как выясняется, не очень насущных потребностей. И поначалу могу предположить, что технологии использования ископаемых источников энергии, нефти и угля, были прогрессивными, как сегодня возобновляемые источники энергии. И добывать их было недешево, поэтому использовались они нечасто. Свидетельством того является, ну, скажем, история техники. Это Демидовские заводы на Урале. Если туда поехать, можно увидеть те источники энергии, которые тогда использовались. Или вот в Сестрорецке под Санкт-Петербургом можно увидеть гидроколесо. Это бабушка гидроэлектростанции, где вал вращался водой падающей, и с вала просто ремнем передавались на токарные станки, передавалась на токарные станки энергия. Человек развивал технологии добычи и переработки, очень полезных ему теперь ископаемых, и увеличивал энергопотребление. Он настолько удешевил производство энергии из них, что уже не задумывался над тем, сколько же он этой электроэнергии, энергии тепловой, электрической, ест. Дымные промышленные центры, тщедящие паровозы являются ярким свидетельством того, что тогда очень активно стали использоваться именно ископаемые источники энергии. Но использование этой технологии тогда же явилось причиной появления целого букета различных недугов, не только технических, но и недугов физических для людей, которые мы сегодня тоже имеем. И все же такая энергетическая парадигма стала основой технического развития недавнего совсем времени. Она была воплощением прогресса, но сделала человечество зависимым от наличия у него залежей полезных ископаемых. В одном месте нефть и газ есть, в другом и не пахнет. Начались войны за обладание ими. Вторая мировая война, вторжение СССР в Афганистан, Америки в Ирак, то, что сегодня происходит в Азии и Африке. Все эти конфликты имеют под собой главную причину – обеспечить себе контроль над ископаемыми источниками энергии и энергетическую стабильность. В наши дни за эти же цели разворачиваются не менее грандиозные сражения на финансовых рынках. И последствия восковых операций и вторжения на них не менее сокрушительны. Господа, это все происходит не где-нибудь там далеко, не в другом мире, это происходит за дверью, это происходит рядом с нами. Мы непосредственно участники этих событий, потому что мы на игле. Мы на игле ископаемых источников энергии, на нефтяной игле, на газовой игле, на угольной. Мы наркоманы. Мы просто наркоманы с вами. Человечество находится в болезненной зависимости от ставших традиционных ископаемых источников энергии. Оно зависит от потребления того, что когда-то дало ему энергию. Это же нас и убивает. Гнусная картина, да? Невеселая. И я уверен, что для большинства из вас я не сказал ничего нового в этом смысле. Вы хорошо это знаете и везде слышите. И убеждаетесь в этом каждый день, заправляя машину или включая газовую плиту. Вы не задумываетесь о том, что для этих нужд при другом развитии энергетической парадигмы вы могли бы использовать другие источники энергии. Вполне возможно. Тем не менее, ситуация сегодня такова. Мы привыкли к своей болезни и смирились с ней. История развивается по спирали. И история изменения энергетической парадигмы тоже. Именно зависимость от цен на импортируемый из России и Турции газ и растущий недостаток собственных ископаемых источников энергии подторгнул Германию к развитию ветроэнергетики. Вы знаете, как бывает. Один человек совершает открытие или изобретает что-либо. Другой делает это предметом общественного потребления или товаром. Ничего не поделаешь. Сложно сочетать в себе качество творца, производителя и торговца. Так и со странами. Рачительные немцы влили когда-то свежую кровь в ветроэнергетические технологии, придуманные датчанами и ранее голландцами. Те, кто был в Амстердаме, меня поймет. Но не потому, о чем вы сейчас, возможно, подумали. А о том, что дует в этой стране, отвоевавшей значительную часть своей территории, у моря, действительно постоянно и сильно. Причина тому географические факторы, которые сегодня не являются темой моего выступления. Итак, скажу вам, что в начале 70-х годов прошедшего столетия, проезжая по Германии, вы смогли бы пересчитать все ветрогенераторы в ней по пальцам. Заметное их использование было только в северной части Дании и в Голландии. И только изменения в немецком законе об энергетике 90-х годов и так называемая программа 250 мегаватт, кстати, выполненная немцами за три года, в которой развитие этой энергетической технологии получило поддержку государства, изменил ландшафт Фатерленда. Без преувеличения можно сказать, что страны Северной Европы и Германия положили начало в изменении энергетической картины мира. Благодаря их технологии и промышленному потенциалу, государственной политике поддерживаемой совершенствование производства ветрогенераторов и развитие строительства ветропарков как важной составляющей всех генерирующих мощностей, ветроэнергетика сегодня стала самым коммерциализированным, возобновляемым источником энергии. Далее я приведу вам цифры в своем выступлении, и вот это утверждение о том, что ветроэнергетика — это самый коммерциализированный источник энергии, получит свое подтверждение. Сегодня ветроэнергетика — это крупнейшая энергетическая индустрия, переваривающая более 50 миллиардов евро в год. Это рабочие места, созданные на производстве ветрогенераторов и их компонентов. Сегодня это самые современные материалы. Достаточно сказать, что углепластики, применяемые при производстве лопастей ветрогенераторов мультимегаваттного класса, применяются при производстве корпусов истребителей пятого поколения. В России, кстати, тоже. Сегодня в ветроэнергетике применяются самые совершенные системы прогнозирования производства энергии и управления генерацией и системы трансформации электроэнергии. Это самые современные строительные технологии, применяемые при возведении ветропарков. Достаточно сказать, что при монтаже современного ветрогенератора, одного мощностью 3 мегаватт, применяются краны грузоподъемности в 750 и 500 тонн, которых ранее можно было найти не в каждой стране, а сегодня их производство и сдача в аренду – это один из бурно растущих прибыльных бизнесов. Ветроэнергетика создает рабочие места и позитивно влияет на экономику региона, дислокация ветроэнергетических проектов и производство компонентов и турбин. Например, в 2008 году в ветроэнергетику в мире было инвестировано 36,5 миллиардов евро, и было создано 400 тысяч рабочих мест, так называемых «зеленых воротничков». Только в ветроэнергетику. Представьте себе, это же население Твери. Это более тысячи рабочих мест в день. Согласно сценарию Глобального ветроэнергетического совета, это такая мощная большая отраслевая организация, которая в России пока не представлена, но РАВИ является ее членом, в 2020 году годовые инвестиции в ветроэнергетику достигнут 140 миллиардов евро и создадут 2 миллиона рабочих мест. Представляете, что такое 2 миллиона рабочих мест? Это же половина населения Петербурга. Представьте себе, половина населения такого изящного, замечательного города занимается ничем иным, как производством ветрогенераторов и строительством ветропарков. Чудо просто, моя мечта. Давайте представим, что произойдет с маленьким захолостным городком, у которого вдруг рядом строится проект со средней стоимостью принятой ветроэнергетики порядка 150 миллионов евро. Появляются налоговые поступления, возникают новые рабочие места, дороги. И это я вам рассказываю не Нью-Васюки, это та реальность, которая доступна гражданам тех стран, 90 стран, где ветроэнергетика и возобновляемые источники энергии уже поддерживаются государством. Непредсказуемость поведения топливных рынков порождает глобальные военные конфликты. В то время как основной источник электроэнергии ветроэнергетики, ветер, доступен в достаточном количестве практически в любой стране. Этот источник энергии способен стать основой для энергетической безопасности каждой промышленно развитой державы. В отличие от газа, нефти, угля, атомного топлива, цена энергетического ресурса в ветроэнергетике за весь период жизни ветротурбины общеизвестна и постоянно ноль. Ветер не стоит ничего. Но, правда, если не будет, как в том мультфильме, налог на ветер или дождь. Для традиционных же источников энергии цена топлива является существенным фактором риска и колеблется от 50 до 150 долларов в год. Вы свидетели этим колебанием. Владельцы ветропарков хорошо знают, какова будет стоимость вырабатываемой ими электроэнергии в достаточно продолжительный промежуток времени. Ветер – величина не случайная. Что такое ветер? Это движение воздушных масс под воздействием нагрева Земли. Нагрев Земли не меняется. Он миллионами лет постоянен. Поэтому перетоки воздушных масс относительно одинаковые. Скажу маленькую деталь, почему прогнозируется всегда выработка ветропарка. Прежде чем ветропарк где-то строится, проводятся некие предпроектные исследования длительностью в один год, которые позволяют совершенно стопроцентной вероятностью заключить, сколько электроэнергии выработает та или иная турбина и сколько электроэнергии выработает тот или иной парк. Не только сегодня, но и завтра, послезавтра, и через месяц, и через год. Это довольно на продолжительном промежутке времени прогнозируемые инвестиции. В то же время ни одна из известных сегодня энергетических технологий, за исключением, правда, гидростанций, не может отвечать этому требованию. Не может отвечать требованию прогноза на стоимость самого ресурса. Как я уже сказал, стоимость топливных ресурсов колеблется и довольно сильно. И что ведь интересно, господа, стоимость топливных ресурсов, она ведь колеблется не потому, что стоимость их выработки меняется, а под воздействием геополитических факторов. Ветер же, он не подвластен изменению под воздействием геополитических факторов. Он есть и есть. Слава Богу, что Бог греет нашу Землю с одной стороны, с одного боку. Грел бы вокруг, ветра бы не было. В дополнение к сказанному могу сказать, что в некоторых случаях стоимость ветроэнергии уже конкурентна с вновь построенными традиционными источниками энергии. А в некоторых случаях много дешевле. Например, сегодня выработка ветрогенератора, стоимость электроэнергии, выработанной ветрогенератором, уже ниже стоимости электроэнергии, вырабатываемой с помощью угольных станций. Но есть один самый главный аргумент в пользу ветроэнергетики. Этот и другой аргумент – способность ветроэнергетики отвечать самой второй, самой важной потребности человечества – потребности к свободе. Свобода выбора источника энергии. Любой индивид или компания сегодня может приобрести и использовать ветрогенератор в качестве источника удовлетворения собственных потребностей. Свобода обладания таким источником энергии. Любой индивид или компания может приобрести или использовать в качестве источника прибыли такой источник энергии, продавая электроэнергию своим потребителям и в странах, где есть соответствующее законодательство, в сети общего пользования. Почти любой регион любой страны в состоянии выбрать в качестве, если не главного, то важного источника обеспечения своих потребностей ветроэнергетические системы. Человечество выходит из наркотической зависимости. Человечество знает не только о том, что необходимо сохранить, но уже знает как – чистую природу для будущих поколений. И дело не только в природе. Человечество с помощью возобновляемых источников энергии сохранит для более рационального использования те же самые ископаемые богатства, которые можно использовать с большим эффектом, производя из них готовый продукт, а не расточительно сжигая в топке. Вам, наверное, много раз уже говорили о заявлении Менделеева о том, что производить электроэнергию с помощью сжигания нефти – это всё равно что топить ассигнациями. Но он во многом прав. Где же на этой прекрасной картине мира находится наша страна? Здесь помещена карта России. На карте помещены проекты ветропарков на различной стадии их развития. Это стадия поиска площадки, стадия предпроектных исследований, стадия проектирования, стадия строительства. Внизу видите розовенький квадратик – это Калмыкия. Там уже стоят две ветротурбины современной технологии. Вернее, новейшие ветротурбины новейшего ветроэнергетического российского рынка. Не будем вспоминать тот рынок, попытка организации которого была сделана в Советском Союзе. К сожалению, не доведена была до конца, но тем не менее. Так вот, общий объем площадок, которые будут сразу же построены при появлении законодательства о поддержке возобновляемых источников энергии, а значит, инвестор получит основания для возврата своих средств. Так вот, общий объем – это 3 гигаватта на сегодня. То есть, это частные компании, государственные компании, Росгидро, Росатом, Ростехнологии вкладывают свои деньги в развитие ветроэнергетики. Еще законодательства нет. Еще официально нельзя говорить, что рынок ветроэнергетический в нашей стране есть, а у этого рынка уже и кладбище есть даже. То есть, уже есть компании, которые этой длинной дороги не выдержали, ушли и перепродали свои проекты своим последователям. Вот такая торговля под одеялом. Для примера могу сказать, что, раз уж я упомянул государственные корпорации, например, одна из компаний Росатома, компания Атомэнергомаш, она сегодня покупает производителя ветрогенераторов за рубежом. То есть, не надо изобретать велосипед. У нас сейчас в части ветроэнергетики самые прекрасные льготные условия по отношению к другому миру. Мы не должны проходить ту дорогу, которую должны были пройти наши предшественники. Мы не должны изобретать велосипед. Нам достаточно его купить. Мы уже многое сделали для того, чтобы ветроэнергетика стала реальностью в нашей стране. У нас есть все возможности для этого. Только не надо упустить тот случай, который нам подвернулся. Не надо ждать нашему правительству, нашему государству, когда барьеры входа на этот рынок вырастут. Надо только принять решение. Сегодня ситуация такова, что все зависит от наших национальных традиций. Вы знаете, как в России бывает. Все зависит от мнения первого лица. И именно первое лицо в государстве должно принять это решение. И мы должны сказать, да, мы хотим, чтобы самые современные энергетические технологии, обеспечивающие в будущем сохранение нашего ископаемого ресурса, были в нашей стране. И мы согласны за это платить. И вот, собственно, и все, что для этого нужно. Но время идет, и технологии развиваются. И лет через 10 может наступить такая ситуация, когда мы уже не сможем войти в мировой ветроэнергетический рынок. Мы уже будем просто покупать на нем готовый продукт, как сегодня происходит в автомобилестроении. Надо только не упустить этот шанс. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Спасибо. Если есть вопросы, я готов на них ответить. У нас в стране не предусмотрен зеленый тариф. И меня интересует, как тогда вообще окупаются ветростанции в нашей стране. И просто, как известно, если большой, очень длительный срок окупаемости, то он лишь чуть-чуть меньше срока эксплуатации самой ветростанции. Спасибо. Да. Вы совершенно правы. Именно то законодательство, о котором я говорил, оно подразумевает поддержку возобновляемых источников энергии в виде субвенций, инвестиций и надбавок. Это срочные надбавки, длительностью примерно, как традиционно, от 8 до 10 лет на проект. Достаточно, чтобы инвестор получил свои деньги. Так вот, пока этой поддержки в нашей стране нет. Игроки рынка, они готовятся к входу в этот рынок. Те, кто сегодня тратит деньги, они делают долговременные инвестиции в Эрюбет, чтобы быть первыми на этом рынке. То есть сегодня ветроэнергетический проект в нашей стране при сегодняшнем законодательстве не окупабелен. Что касается других ветроэнергетических систем, которые имеют место быть, и о которых я должен был упомянуть, это так называемые локальные системы, где ветрогенератор работает в пару с дизельгенератором. Где используется энергия ветра, тогда, когда ветер есть, а когда ее нет, тогда используется дизельгенератор. И это уже по умолчанию дешевле. Вот там окупаемость хорошая. Потому что дизельное топливо, оно всегда дорого. Хоть 10. Каким образом подстраковывают ветерные станции в случае, если оно отсутствует в ветер? То есть обязательно, как долго нужно строить такие дизельгенераторы? Это вы говорите о локальных системах. Вот я опять должен был упомянуть. Дизельгенератор, он имеет место с ветрогенератором рядом тогда, когда речь идет об острове или каком-то удаленном месте, там, в Архангельской области, в Мурманской, там, на востоке страны. Вот. А большие ветростанции... А большие ветростанции... Что вы сказали, что они... Я не знаю, что им же тоже большие ветростанции, которые нужно как-то подстраховаться, в случае отсутствия ветра. Зачем? Они работают, они... Вот вся электроэнергия, вся энергия ветра, которую они получают на свое ветроколесо, они преобразуют ее в электроэнергию и отдают в сеть. А в сети ведь есть много источников энергии. Это большое озеро. Вот представьте себе огромное озеро, куда стекаются маленькие ручейки. То есть, вернее, куда стекаются большие реки, а вытекают маленькие ручейки. Это озеро всегда наполнено. Вот это наша федеральная энергетическая энергосистема. Федеральное слово уберем, говорим о физике. Пожалуйста. Это север, это южная область, там, где у нас есть море, океан. Соответственно, если мы будем размещать эти установки там, где у нас не идет огромного энергоупотребления, то у нас будут затраты на производство самой этой ветроустановки значительно на порядок превышать тот же результат, который получил сэкономию. Начну с конца вашего вопроса, если вы позволите. Затраты на производство ветроустановки. Ветроустановка, она не производится в том месте, где она работает. Она производится, может, за тысячи километров. И уже логистическая задача ее привести на это место и построить, возвести. Деньги из одного бюджета. Значит, теперь вернусь к началу вашего вопроса. Вопрос очень хороший и очень интересный. Я вам скажу так, что Россия, потенциально при появлении законодательства о возобновляемых источниках энергии, это самый большой в мире ветроэнергетический рынок. Один из моих старых друзей, девелоперов западных, сказал мне, Игорь говорит, когда у вас примут законодательство, то самолеты, летящие в Москву и Санкт-Петербург, в Мурманск, в Архангельск, будут набиты девелоперами и финансистами. Вы, наверное, не знаете, такой старый есть еще советский анекдот. Одного человека спросили, что бы ты сделал, если бы подняли железный занавес? Я бы на дерево залез. Зачем? Стопчут. Вот в ветроэнергетике тоже такая ситуация. Сегодня уже в РАВИ, в Российской ассоциации и те, кто занимается инвестициями в возобновляемую энергетику, поиском и работой с инвесторами, он уже испытывает некое давление от потенциальных инвесторов. Я не скажу, что инвестор стоит за нами в очереди, но мы уже хорошо знаем, кто будет вкладывать деньги в эти ветропарки. Это исключительно окупаемые проекты. А смысл? Да, кстати, я не объяснил вам, а почему, собственно, Россия будет ветроэнергетическим рынком номер один. У нас очень хорошо развиты сети, у нас прекрасный промышленный потенциал, способный производить такие машины. У нас достаточная для ветроэнергетики логистика. И, как я уже говорил, где вы ставите ветрогенератор, вообще-то не имеет большого значения. Вот, например, совсем недавно у стран Евросоюза появилась возможность, у них есть программа 2020. То есть каждая страна, входящая в Евросоюз, должна вырабатывать к 2020 году 20% своей электроэнергии от возобновляемых источников энергии. Многие из них уже сейчас предвидят, что они с этим не справятся. Они могут покупать электроэнергию, знаете, как в Киотском протоколе. Так вот, они могут покупать электроэнергию от возобновляемых источников энергии вне Евросоюза. Сейчас ведутся переговоры о приобретении такой электроэнергии от планируемых ветропарков на границе России. Продажи. Экспорт. Произвел здесь, продал туда. Супер. Во-первых, ремарку вам понравилось, потому что у нас очень хорошие сети. По официальным данным, после того, как у нас распалась РАОЕС, вот эти вот сети разбились на огромное число, мелких компаний у нас уже к сегодняшнему моменту износились в более чем на 50% сети. Это вот ремарка. А второе, мы же не сможем качать. Не качать, а поставлять энергию, допустим, из Архангельска в Москву, в Петербург. Правильно? Из Архангельска нет, там сеть запертая, bottleneck. Из Мурманска тоже не можем. Но там есть свои потребители. Там есть возможность экспорта электроэнергии. В то же время электроэнергия, которая будет вырабатываться ветропарками в Калмыкии, в Краснодаре, она замечательно сможет передаваться куда угодно в любую точку страны. Это же физика. А потери будут? Потери? Потери будут всегда. Но эти потери, они есть и сегодня в других источниках энергии. Электроэнергию, которую вы получаете из розетки, вы же не знаете, где она произведена. Она просто сброшена в это огромное озеро, где учтены и потери, и баланс. Есть свой оператор сетей. А насчет того, что после того, когда распалась РАОЕС, РАОЕС не распалась. Оно было реформировано. Но кабели порублены не были. Те компании, которые завладели участками сетей или регионами, они ведь не отсоединились от остальной сети. Они продолжают быть ее механизмом. Распались просто, скажем так, финансовые интересы. Это другие вещи. Когда была одна компания, там по возношенности сетей лучше она контролировалась? Ой ли. А сейчас за счет того, что много? Я вас могу заверить, отношение эксплуатирующих компаний к сетям не слишком сильно поменялось за эти годы. А мы сейчас живем с вами в совершенно другом мире, где другие критерии, определяющие решение, ремонтируется тот участок сети какой-то или не ремонтируется. А там, где строится ветроэнергетическая система, проходит полная реконструкция сетей. Ведь ветропарку, например, мощностью 200 мегаватт в 100 мегаватт, ему нужен участок сети, который будет транслировать его электроэнергию, мощностью в 200 мегаватт, чтобы она туда-сюда прошла. Ну, грубо говоря. И ветропарки строятся не там, где есть только ветер, но и там, где есть земля, удобная для строительства ветропарков, и сети. Последний вопрос. Да, пожалуйста. По закупке ветроустановок на границе. Мы говорили, что вот сейчас есть смысл уже вот эту технологию покупать, и ее у нас приспособлено. Смысл нам ее покупать, если сейчас нам продадут в Европе то, что они уже изобрели лет пять назад, и через несколько лет они ведут у себя намного более модернизированные установки, которые будут сильно отличаться, и мы будем опять в конце мотива. То есть не проще нам как-то вкладывать лучше в свое производство. Они так покупают. Тоже очень хороший вопрос, довольно разумный. Вот то, что вы сейчас сказали, произойдет лет через десять, когда барьеры входа на рынок технологически вырастут, и вы правы, совершенно нам уже будут продавать устаревшие продукты. Сегодня мы покупаем, мы имеем возможность покупать все самое новое. Например, я веду сейчас в одной компании переговоры от лица государственной корпорации, всем известной, о покупке, ну сравню так, для красоты. Ветрогенераторы, которые сегодня производятся монстрами ветроэнергетического рынка, это, ну, Мерседесы у Симминса, у Вестаса, у Энеркона. Сегодня мы ведем переговоры по покупке компании, которая производит Бентли, но по цене Мерседеса. Вот такой парадокс. И ведь деньги все определяют. Деньги не имеют национальности, это вы лучше меня знаете. Поэтому сегодня мы можем эти технологии покупать. А вот если мы будем ждать вход на этот рынок и не сделаем этого долгое время, то мы перейдем к тому, о чем вы сейчас сказали. Пожалуйста. Вемен ферст. А у вас существуют какие-то институты международного регулирования этого? Вот там громче просят или к микрофону. Мой вопрос касался того, что если вы говорите про барьеры не только технологически, а возможно, что на международном уровне возникнет какой-то институт, который будет регулировать в том числе и, как сейчас происходит, например, с традиционными рынками, традиционных источников энергии, то уже какие-то существуют ассоциации или какие-то другие международные организации, которые, возможно, будут это регулировать? Ну, давайте будем различать регулирующие органы и органы общественные, ассоциативные. Аравия, она орган общественный, она не регулирует рынок. Она всего лишь инструмент взаимообмена между информацией и ресурсами между участниками рынка. Это так называемая такая вот тусовочная площадка. Есть еще ассоциация производителей солнечных панелей, недавно организованная. Есть ассоциация производителей, кажется, даже биодизельного топлива. Биотоплива, пардон. Регулирующие органы – это совсем другое. Для того, чтобы регулировать возобновляемую энергетику, не надо придумывать других институтов. Это хоть и возобновляемая, но это та же самая энергетика. Ведь в конце всего этого стоит генератор. Вот и все. Генератор стоит везде. Что в гидростанции, что в дизельной станции, где угодно. Это такая же энергетика, как любая другая. А ветер регулировать, слава богу, не надо. Я ответил на вопрос? Да, пожалуйста. Одно дело быть инвестиционно привлекательной страной, другое дело реально получать инвестиции. Согласно, собственно, международному энергетическому отчету, наиболее, ну скажем так, инвестиционный рынок составляют Евросоюз в первую очередь, потом США и Китай. Ну, собственно, согласно, опять же таки, отчету в результате мирового финансового кризиса с 2008 год, доли инвестиций в США снизились. Но, собственно, Китай уверенно идет вверх. Вопрос следующий. За какой промежуток времени Россия сможет реально выйти на то же плато? Потому что, скажем так, там порядка 80% распределяется между вот этими тремя основными источниками, где-то порядка 4% это Бразилия, Индия, Россия. Но этой схеме нет вообще. Собственно, когда Россия сможет хотя бы примерно приблизиться? Вы знаете, вы сейчас задали мне вопрос не о ветроэнергетике. Нет, я понимаю, но ветроэнергетика в этом плане, вы же сами сказали, что является реально привлекательной. Инвестиционно привлекательной. Инвестиционно привлекательной, да. Да, ветроэнергетика является реально инвестиционно привлекательной, но вот про инвестиционную привлекательность нашей страны я, к сожалению, мало что могу вам сказать. Вы не хуже меня в этом подкованы. Я всего лишь могу сказать, что в среднем по больнице несколько цифр. Средний срок окупаемости ветропарка, это проекта где-нибудь в 150-240 миллионов евро, примерно 7-9 лет. Для энергетики это замечательно. И РАР таких проектов, он превышает 15, а то и доходит до 21%. Вполне. По сравнению с тем, что дают сегодня банки, это инвестиции в реальный продукт. Мы очень много сказали о том положительном, что может вытекать из метроэнергетики, а отрицательные у нас какие-то действия? Я чувствую, что сейчас будет вопрос про хорьков, сверчков и червячков. И побитых птичек. И мышей. И мышей, да. Значит так. Я не буду вас сейчас ни в чем убеждать. Давайте просто посмотрим вот на что. Опять вернусь к тому, что из себя представляет сегодняшний ветрогенератор. Это огромное изделие. И вот представьте себе такое вот крыло длиной в 52 метра, которое вращается с небольшой скоростью порядка 12-19 оборотов в минуту. Вот так вот. Ну что оно может излучать? Ничего оно не излучает. Ни инфразвуковых, никаких волн. Если посмотреть в интернете картинки или вживую те места, где стоят и работают многие годы в ветропарке, вы увидите там и сверчков, и червячков, и птичек, и коровок, и пшеницу вокруг, которая колосится. И никакого негативного влияния в ветропарке на Землю не оказывают. Один мой хороший знакомый сказал, они вращение Земли тормозят. Потому что вращаются. Нет, никакого влияния нет. Есть некое шумовое воздействие определенно, потому что все-таки это объект, на который ударяются воздушные массы. Звук от ветропарков есть, безусловно, но это звук, легкий шорок воздуха вокруг крыла, не более того. Ни грохота, ни гола, ничего. Никакие животные оттуда не уходят. Что касается побитых безвинно птичек, то тут ситуация такая. Значит, птичка, она ведь тоже не глупая, она же глазки имеет. И гуси, которые там, перелет из Африки в Архангельск, они ведь тоже смотрят, куда летят. Если он видит препятствия, они постоянно появляются в виде новых домов, деревьев или еще чего-то. Он же его облетит. Если не про птичек, я хотел сформулировать вопрос в контексте того, что как это влияет на потоки ветра. Ведь ветер у нас регулирует каким-то образом влияет, правильно? Да. А вот натыкается на набор вот этих установок. У нас будет энергия. Влияние на воздушные массы, наличие ветрогенераторов, которых мы способны, как люди, построить, ничтожно. Оно неучтимо и неприемлемо. На что другой мой приятель, здорово, когда мы с ним ехали по Дании, увидел в ветропарке впервые и сказал, о, Франция в дождях. Вот эти вот затормозили воздух. Нет, на самом деле влияние-то ничтожно. Я не могу вам привести эти цифры. Определенно эти какие-то исследования есть, очень высоко научные, но я ими не владею. Там останавливается потом в каком-то отношении, когда некто ладжет, типа. Там же не стена, это не препятствие. Это вращающаяся лопасть, которая из-под ветра уходит в конечном итоге. Ну просто чисто по физике, идет поглощение энергии, правильно? Она преобразуется. Если идет поглощение, значит отсюда уходит энергия. И она не может установиться просто так. Не может, совершенно правильно. Но, наверное, очень много нужно будет установить, поставить этих установок, чтобы они реально влияли. Что вы сказали? Что вы сказали? О как. Интересно. Вы имеете в виду Анатолия Коплова, который две недели назад у вас заступал, да? Анатолия Коплова, который проводились эти исследования, что штанавливается полностью с той же силой, с той же потока ветра, где-то через 100 метров после этого. Я говорю, что чисто по физике не может полностью комментироваться. Это не хриспакт. Это записи, посмотрите, на момент у вас. Я помню ответ на это вопрос. Я говорю, что не по принципу, так не может быть. Да, пожалуйста. Есть очень много российских изобретателей, которые не выступают против традиционных ветряков, но они создают свои ноги. То есть не вертикально поставлены, но, допустим, горизонтальные. Коплова, которые доводят КПД на 80-90%. То есть они совмещают как-то ветряки с облучением еще солнечной энергии или ветряки и водной установки. И стараются таким образом усилить их положительный эффект. Они как-то принимают своего внимания. И все, что им остается, это только теория и слагатель продавать на Запад. И в России тоже выделяются внимание, выделяются деньги на разговоры. Потому что я встречала таких людей, у которых много чертежей, которые развивают свои собственные школы. Но проблема в том, что никто их не финансирует, и ни государство, и ни частные предприниматели. Вот тут вы сказали очень важную фразу. Никто их не финансирует. Ни государство, ни те, ни другие. До того, когда я стал работать в Москве, я работал в среднем бизнесе в Санкт-Петербурге. Я выпускал ветрогенератор малой и средней мощности. Я ветрогенератором занимаюсь уже много лет. С конца 90-х годов. Я очень часто встречал такие обращения. У меня есть великолепная конструкция. Я вот ее рассчитал. Как правило, есть такая кличка таких людей – Кулибин. Это хорошая кличка. Она не уничижительная. Так вот, я эту конструкцию рассчитал. Она самая лучшая. То, что вы производите – это ерунда. Ему сразу задавался один вопрос. Ты это сделал в железе? Он говорил, сделал. Ты это испытал? Я это испытал. Тогда покажи результат. И, как правило, вот эти все исключительные конструкции ветрогенераторов, они не выдержат никакого сравнения под технико-экономическим параметром с традиционной моделью. Много лет назад, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, мы с коллегами работали над запуском производства ветрогенераторов в Санкт-Петербурге. И мы очень много консультировались и совещались, в том числе и с людьми, изобретателями, которых вы сейчас сказали, о том, какую идеологию ветрогенератора применить. И мы вернулись к той конструкции, которая применяется сегодня. Это горизонтальная ось и три лопасти. Потому что она является технико-экономическим балансом. То есть эта конструкция может при вложенных деньгах дать больший эффект для использования вот этой технологии. На сегодня это так. Несколько лет назад произошел некий технологический не переворот, а, скажем так, рестайлинг ветрогенераторов, ветроэнергетики. Произошел некоторый переворот, о котором я здесь в кольце упомянул. Были убраны из ветрогенераторов редукторы, которые обеспечивали большую скорость вращения генератора. Сегодня применяются генераторы на постоянных магнитах. Они более тяжелые, более дорогие, но в десятки раз более эффективные. Вот всего лишь это. Эта технология, она переживает изменения, но революции там не будет. Революция в технике появляется только тогда, когда накапливается, скажем так, технико-экономические изменения в самой конструкции главной машины. Их много таких людей. Но я вам показал второй или третий слайд. Тут всякие вот такие ветрогенераторы красивые, интересные, замечательные. Но все-таки они применимы для каких-то своих своеобразных функций. Многолопастной ветрогенератор, который на Диком Западе в Америке знают еще много-много лет, он эффективен для выкачки воды. Как насос, водяной насос. Это не электрический ветрогенератор. Вертикальные ветрогенераторы, малые вертикальные ветрогенераторы, они эффективны для зарядки, допустим, аккумуляторов на каком-то оборудовании, размещенном далеко от населенных пунктов, там, где нет сетей. Но основная модель технической ветроэнергетики сегодня – это горизонтальная ось и три лопасти. Баланс. А вот насчет того, что кто-то финансирует, кто-то не финансирует. А, соответственно, почему кто-то кому-то должен давать деньги за то, что кто-то, ну вот, он чего-то вот это сделал. Если ты это изобрел, сумей убедить инвестора вложить деньги в твой проект. Вот я смотрю на эти вещи только так. А чтобы тебя государство финансировало, ну это какое-то иждивенчество. Ну, допустим, государство финансирует работы, которые сейчас ведутся на башню с вращающимися этажами. Между этими вложениями установлены мини-метреки, которые обращаются в горизонтальном положении. Таким образом обеспечивают электрификацию фруктуры этого здания. По-моему, очень высокая важность. Я просто не помню, в какой стране. Но смысл он в том, что таким образом государство, или частные, они стимулируют изобретателей развивать идеи, которые потом уже применяются в обменности, применяются в государстве. В такого рода проектах всегда надо смотреть на то, почему этот проект появился. Ведь у всех денег есть своя стоимость и свои владельцы. И эти владельцы преследуют свои какие-то цели. Одни преследуют цели выработать наилучшую конструкцию на рынке. Другие преследуют совсем иные цели. Они могут быть разными, в том числе и некрасивых. Пустая трата денег на что-то – это либо эстетические цели, либо имиджевые. Почему нет? Я знаю проект, кажется, в Саудовской Аравии, где два небоскреба, между ними размещены два ветрогенератора, кажется, по 250 кВт. Утверждается, что они полностью обеспечивают вот эти два здания электроэнергии. Может быть, зачем тогда эти здания подключены к сети? Возобновляемые источники энергии – это не… Вот я против термина «альтернативные». Он несет на себе негативный оттенок. Я предпочитаю использовать термин «возобновляемые». Ветроэнергетика и все возобновляемые источники энергии, они не претендуют на то, чтобы уничтожить использование газа и нефти. Они просто… Люди, которые ими занимаются, они стремятся сделать возможным применение еще одного источника энергии без топливной составляющей. Все. Вот и до вас очередь дошла. У меня вопрос следующего характера. Вот мы здесь послушали еще до вас очень много лекций по различным источникам альтернативным. Вот и у всех была… Все-таки альтернативно, да? У меня просто возник вопрос. Как по-вашему, реалистично ли России развивать все эти направления? То есть вообще, ну, возможно ли это? То есть развивать и солнечную генерацию, и ветрогенерацию, и малую гидрогенерацию? Либо стоит остановиться на чем-то одном? И, соответственно, как на ваш взгляд, вот если сравнять сами между собой эти источники касательно именно России, то есть насколько выгодно, то есть вот, к примеру, ветрогенерация, там, солнечная генерация, то есть в каких районах она выгодна, в каких нет. Может, нам от чего-то стоит отказаться, как бы, закупать технологии, а в чем-то действительно достичь каких-то позиций, ну, действительно, там, ведущих. Потому что вот общая тенденция всех лекций – это нам не дают денег на развитие этих проектов. То есть вроде как оно и есть, но по факту очень мало у нас развито, действительно, в железе. Вот, как бы, мой вопрос. То есть вопрос состоит в том, стоит ли нам отказаться от какой-то энергетической технологии, пусть возобновляемой или нет, и предпочесть какую-то одну. Да, и вообще, применимо для России, какая из них более, как бы, вообще эффективная в наших условиях, какая из них менее эффективная, и именно в каком состоянии, ну, находится, вот, относительно, там, общей градации, там, по технологиям. То есть где как, то есть мы где-то можем уже еще, там, вырваться в лидирующей позиции, то есть добиться какой-то экономической эффективности, а где-то, как бы, уже лучше не стоит, то есть это будет лишняя трата, то есть денег, и мы просто будем догонять. Вот и все. Потому что, как бы, ну, во всех направлениях нельзя сразу достичь очень хороших результатов. То есть вот как по вашей лице? Попытаюсь ответить на такой широкий развернутый вопрос. Мир меняется, технологии тоже меняются. Например, когда-то, много лет назад, нам с вами были солнечные панели, известные как чрезвычайно дорогой источник энергии, где используется кремний, кристаллический. Сегодня появляются новые технологии, и они уже конкурируют с кремнием. Например, проект компании Хевилл Виксельберга. Они производят солнечные, начинают производство солнечных панелей на тонких пленках, и стоимость их уже сравнима с кремниевыми. Стоимость производимой ими электроэнергии. Про ветроэнергетику я уже много тут сказал. Что касается гидростанций, малых гидростанций, больших гидростанций. Ими еще до появления этого законодательства уже много лет занимаются многие компании в стране, в том числе и такая замечательная компания, как Росгидро. Это является одним из направлений их деятельности. Они уже все это делают. И предпочитать какую-то технологию в ущерб другим нельзя. Мы с вами живем в мире, где технологии развиваются, а значит меняются. Если вы несколько лет назад покупали телефон, допустим, Nokia, то сегодня многие сторонники Nokia предпочитают Apple. Мир меняется. Пройдет какое-то время, и может быть все это вернется в другом качестве. Применительно для России та же картина. Но у нас есть свои климатические особенности. Например, у нас прекрасный гидроресурс. Малый ГЭС, большие ГЭС у нас строятся во многих местах, и эта технология у нас развита. Про ветроэнергетику я тут уже сказал. Что касается солнечной энергетики, она применима, но она не так эффективна, например, как в Африке. Вы совершенно тут правы. Чем ближе к экватору, тем острее угол, вернее не острее, а тупее угол падения Солнца. И значит эффективность солнечных систем выше. Вот такая картинка. Все в сравнении от проекта к проекту, от его размера. А вот так по стране сказать, что давайте мы поставим крест на солнечных панелях в России, так тоже нельзя. Вы знаете, какое самое солнечное, с самым большим количеством солнечных дней место в России? Якутия. 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 Вот так. Ну, какому-либо предприятию завернодить свои ветряки, чтобы себя, как мы говорим, служить. Вот в ситуации, когда большинство сетей отношено и действительно возникают проблемы с садами. Да. Я просто вот недавно проезжал, а высокий берег Волги стоит три ветряка. Сколько это может стоить? Нет, серьезно. Я вам сейчас скажу и приведу цифры, они у меня в практике есть. Возьмем малый бизнес, форелеводческое хозяйство Карелии. Они получали электроэнергию, пусть немного, но все-таки она им была необходима. От дизельной станции. Когда они поставили в ветродизельную систему, у них потребление дизеля снизилось до 14%. 86% стал давать им ветряк. Это малый бизнес. Что касается большого бизнеса. Большой бизнес не существует вне сетей, как правило. Нужны артерии, которые будут подводить к нему электроэнергию. И если какая-то компания владеет ветропарком, то здесь возможна система взаимозачетов. То есть мы владеем ветропарком, отдаем электроэнергию в сеть, а вот отсюда получаем электроэнергию. Но вот сколько возьмут сетевики за переток, это уже другая сказка. Имеет смысл. То есть это практикуется? Да, это практикуется. И скажу вам по малым системам, например, только у одной из питерских компаний. Где-то примерно 200 систем по стране расставлено было всего лишь за полтора года. Вру, два с половиной года. Все? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ